Недавно я был в городе, который называется Сибиш. Вы знаете, было такое ощущение, что я попал то ли в Швейцарию, то ли куда-то на другую планету. Он стоит окружённой водой, полуостром. И такое ощущение сказки. Лебеди плавают. Мне захотелось сюда вернуться, просто приехать отдохнуть. Такая гостиница ухоженная, всё такое, знаете, такое, в рюшечках, всё просто. И парк, и памятник Зенуги Гердия. Вы обратили внимание на сцену, что я, я не знаю, что это не видно. Знаете, очень сложно сказать про цены вообще сложно сказать. Бывает, мы всей компанией поедим и приносят в счёт, и такое ощущение, что мы отобедали бесплатно. Бывают какие-то цены, в городах, и вкусно. Вы знаете, я для себя сделал вывод, что наша страна, она держится как раз на добре. Говорят, Россия, страна, я сейчас пафосные слова немножко наговорю. Но так и есть. Наши люди, они очень душевные, они очень духливые. И они, вот когда с ними начинаешь общаться, да, они открываются такой стороной, да, что хочется просто вот, прямо сделать вот так, взять вот эту вот составляющую, я не знаю, что это за субстанция, душа, может, они, наверное, не душат, а вот это добро, да, и нести его дальше. Просто я ещё заметил, что наши зрители, да, они более требовательны, чем на Западе. Я 7 лет работал за границей, везде. Год во Франции, полгода в Америке, если уточняем, раз в 20 в Фринляндии, наверное, в общей сложности полтора года в Германии, в Польше, в Дании, в Швеции. Ну, вот, это основные моменты, да, и сделали, конечно, наши люди, они, как зрители, более требовательны. Но если ты сумел нашего зрителя завоевать, он тебе платит такой добротой, он платит тебе сердце, и это не знаю, какие деньги и деньги. Я счастлив, что живу в России, у меня была возможность много раз остаться там, и я написал даже слова, что я в Россию хочу, поэтому что, хоть огонь, хоть войну, хоть блокаду. Закрываю глаза и молчу, целую асфальт Генинграда. Это комитет.